Друзья, всем привет, с вами Гару, и вы смотрите видео, посвященное Diablo 3 на Nintendo Switch. Да, игра уже не новая, но это новинка на Nintendo Switch, и я успел поиграть в ревью версию, мне ее прислали, успел опробовать, так что поделюсь впечатлениями. Рассказывать про саму Diablo, мне кажется, смысла особого нет, единственное, что стоит упомянуть, что версия стоит последняя, у нас есть крестоносец, есть там глава дополнительная, есть все порталы новые, сезоны, есть некромант, все есть, просто покупаешь игру, и в ней сразу все. Это отлично, это, конечно, радует, но что такое Diablo, еще раз повторюсь, все вы знаете. На кой черт она нужна на Nintendo Switch, вы спросите, зачем мне еще раз покупать Diablo? Скажем так, у меня есть Diablo на ПК, у меня есть Diablo на PlayStation 3, и теперь у меня есть Diablo на Nintendo Switch, я не такой жуткий фанат Diablo, и честно, я, пожалуй, играл в них меньше на ПК или на PSK, нежели на Switch, потому что на Switch мне на самом деле она зашла просто на отлично. Это идеальная игра для мобильного гейминга. Сейчас попробую пояснить. Я пробовал играть в Baldur's Gate, я пробовал играть там, ну, на iPad тоже, в Baldur's Gate более серьезные игры, я пробовал играть в Monster Hunter на Switchе в дороге, я пробовал играть в Xenoblade, в Зельду, в Disguide, я пробовал в Valkyrie Chronicles играть или Octopath Traveler на Nintendo Switch, но во все это играть в дороге откровенно неудобно. Ну, просто неудобно, ты загружаешь эти сюжетные игры, в которых надо читать, вникать в сюжет, тем более, если ты не играл в них пару дней, ты их включаешь в дороги, ты начинаешь вспоминать, а что там было. Ну, короче, если у тебя есть 15-20 минут на эту самую дорогу, это жуть как неудобно, и честно, мне это никогда не нравилось. То есть, Diablo в этом плане идеально. То есть, ты просто берешь с собой консоль, сел в транспорт или еще куда-то, у тебя есть 15-20 минут, ты достал, включил, порубил мобов, выключил, все офигенно. Спустя 2-3 дня ты проделываешь ровно то же самое, включаешь, ты на том же месте, и ничего не надо вспоминать, вот мобы, иди руби, раскачивай персонажа, это Diablo, ты все и так знаешь, она уже тебе знакома, просто. И это офигенно, ребят, реально офигенно. Она отлично работает на Nintendo Switch, то есть, графика на этом небольшом экране, управление, все вылизано идеально. Это, черт возьми, Blizzard, и в принципе, наверное, даже уже не стоит говорить, что тут нет косяков, их нет в принципе. То есть, игра идеально работает по всем параметрам, загрузки, там, отображение. Я специально играл некромантом, то есть, 7 скелетов, голем, 10 оживленных существ и куча скелетов, лучников и магов. То есть, я специально так делал. И толпы монстров, и никаких пролагов. То есть, все, картинка плавная, никаких падений FPS, все офигенно. Ну, это игры Blizzard, то есть, тут все работает идеально. В принципе, полностью на русском, со всеми сезонами, наградами, флагами, плюшками, рюшечками. Ну, просто идеальная копия Diablo. Управление тоже отлично. Это не первый мой опыт игры на геймпаде в Diablo. Как я уже говорил, я играл на PlayStation 3. Но в мобильной версии, опять-таки, никаких вопросов. Бить мобов крайне удобно. Единственное, какие затыки могут возникнуть, это в плане управления инвентарем и там, настройки умений и так далее. Но, объективно, лазишь туда не так часто. Поэтому, как бы, я освоился достаточно быстро. Поначалу, возможно, возникали какие-то просто неудобства, да. А спустя, не знаю, час, там, полтора игры, уже все, вообще никаких вопросов. Управление интуитивно понятное, как говорится. Как еще раз повторял, в бою так вообще никаких проблем не возникает. Стиком двигаешься. На скиллы привязаны к определенным кнопкам, что еще надо, в принципе. Все просто и все идеально работает. Поэтому, еще раз повторюсь, Diablo офигенно портирована на Nintendo Switch. Что касается самой игры, то есть, надо же оценку поставить, да, посоветовать или порекомендовать. Ребята, если вы, как и я, искали игру, в которую поиграть вот именно в дороге, не заморачиваясь. При этом еще с неким прогрессом, с некоторым развитием, да. Чтоб это имело своеобразный смысл. Можно просто посидеть, позалипать. Когда выдается там свободные 15, 20, 30 минут. Diablo 3 на Nintendo Switch в этом плане просто идеально. То есть, это реально идеальная игра. Я ставил 10 из 10, там, тому же Octopath Traveler за то, что эта игра просто крышесносная и одна из лучших японских ролевых игр последних лет. Но тут надо понимать, я готов поставить те же 10 из 10, Diablo 3, но абсолютно по другой причине. Я готов поставить А за отличное портирование игры и Бен за то, что это, на мой взгляд, лучшая мобильная, подчеркну, именно мобильная игра сейчас на платформе Nintendo Switch. Ты не будешь играть в Dark Souls 3, в Dark Souls Remastered, ты не будешь играть в Xenoblade в дороге или в Зельду, поверьте, это очень неудобно. Я пробовал. Но играть в Diablo 3 очень приятно, невероятно прикольно. И я просто в восторге именно от мобильного геймплея Diablo. Это офигенно. Что ж, моя оценка, офигенный порт, 10 из 10, пожалуй, на мой взгляд, лучшая именно мобильная игра на Nintendo Switch. На этом все. Всем пока. Не забывайте подписываться и следить за новостями на сайте goha.ru Субтитры сделал DimaTorzok